Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем с вами на несколько каточек 45ТП Хабича или Хабича, не знаю. Поправьте меня, кто знает, как правильно читается название данного танка. Я лично его буду называть просто 45ТП и не ломать себе язык над фамилией того, кто его спроектировал. Итак, ребятки, что это за машинка? Это машинка из дерева танков сборной Европы, одна из веток тяжелых танков, ведущая вас к 60ТП Левандовского. Это семерка и я вам скажу откровенно, я не выкатывал ее в топ, я вообще в принципе всю эту ветку воспринимал как проходную и не собирался не оставлять себе ни одного танчика в ангаре, они мне не зашли абсолютно, кроме 60ТП Левандовского, десятки. Остальные же танки я просто прошел, прошел и забыл. Не удалял, только лишь для того, чтобы снять на них обзоры, но и соответственно поделиться с вами информацией, как данный танчик будет играться в руках среднестатистического танкиста, не являющегося супер скилловым игроком. Мне танчик абсолютно не понравился, я доложил свободки и открыл следующий. Не катал его особо, сыграл несколько боев и в принципе для меня все стало решено. Если по ветке тяжелых танков Советского Союза некоторые машинки я себе пооставлял в коллекцию и периодически их выкатываю, то вот эта ветка мне не понравилась абсолютно. Поправьте меня и поспорьте со мной те, кто со мной не согласен. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии к данному видео и я абсолютно не в обиду буду воспринимать любые критики в данном направлении, поскольку всегда борюсь за то, чтобы человек, который смотрит мой контент, имел не только мое мнение в виду, но и имел в виду мнение других людей, которые имеют альтернативное мнение, поскольку в споре рождается истина. Итак, ребятки, быстренько обсудим данный танчик, посмотрим, как обычно, исключительно его орудие, все остальное обсуждать не буду. Я не выкатывал ни полноценный полный двигатель, ни топовые гусеницы, просто открыл вот это вот и, соответственно, домазал потом, когда получил скидочку до 53 ТП Марковского и спокойненько забыл об этой машине. Она мне не понравилась абсолютно, об этом я уже сказал. Но справедливости ради заметим, что углы склонения вниз в минус 8 плюс-минус довольно комфортные и грабельные для данного танчика. Не имба, но, в принципе, играть можно. Средний урон 290 единиц для тяжа на 7 уровне, я считаю, это ущербно, потому что тогда, когда у тебя на 7 уровне средние танки наносят по 210-230, и ты тут такой на тяжелом танке наносишь 290, как бы вообще ни о чем. А тем более, с учетом того, что бронепробитие 175 единиц и не всегда на всех хватает, особенно на восьмерке ТТ, и время перезарядки в 10 и 3 десятых, ну, как бы, ну, очень сильно смущает. Не знаю, мне было крайне дискомфортно. При этом всем еще и время сведения просто какое-то там умопомрачающее в практически 6 единиц, ну, 6 секунд, как бы, то есть, для сведения, ну, ребят, по-моему, это крайне многовато. Что же касается разброса на 100 метров, ну, плюс-минус играбельно, сейчас посмотрим непосредственно в самом бою. Ну, и урон в минуту в 1682 единицы, абсолютно не удивительная цифра, если у вас такая, ну, абсолютно небожеское время перезарядки с таким абсолютно убожеским средним уроном. Ну, вот как-то так. Короче говоря, разработчики, по моему скромному мнению, наделили машинку такими характеристиками, чтобы вам было плюс-минус тяжеловато и долго по времени выкачивать следующий танк. Ну, или для того, чтобы вы, в случае, если ваши нервишки сдают и вы больше не хотите мучиться, не хотите больше страдать, то, в принципе, просто домазывали немножко скопилочки своего свободного опыта, ну, и таким образом опустошали свою копилку. Это мое скромное мнение, опять-таки, не обижайтесь те, кто со мной не согласен. Что касается подвижности данной машины, да, скажете, у тебя нет топового двигателя, у тебя нет гусениц, но, ребят, мы сейчас зацениваем с вами машину в базе и, соответственно, как вы будете ее катать тогда, когда просто ее получите. Что касается бронирования, нижний вот этот вот бронелист, но такое себе, хотя иногда и в него бывают непробития, я бы назвал это так. Башенка, да, башенка очень хорошо рикошетит, ее форма такая, что, в принципе, когда ты стоишь прямо лицом к врагу, то пробить башню конкретно довольно сложно. А вот эту вот башню сверху постоянно все пытаются выцеливать, и это немножко вымораживает. Что касается подвижности, вернемся к ней. В принципе, даже на базовом двигателе, как для тяжелого танка, ну, с очень большой натяжкой, можно сказать, что терпеть можно, я бы так это назвал. Что же касается времени сведения, это сейчас мы с вами заценим, непосредственно схлестнувшись с вот этим вот товарищем, попытаемся в него свестись. Ну, и вот вы ждете, 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 и вот, наконец-то, когда вы свелись, он уже находится в таком месте, в котором, в принципе, его выцелить довольно сложно. Ну, вот так вот сложилось ваше расположение в данном бою. Что же касается перезарядки, перезарядка, в принципе, я бы сказал, что терпимая, но, опять-таки, но уже если вы урезали у этого танка время сведения, да, то есть вы забрали возможность быстро в кого-нибудь прицелиться и что-то выцелить, ну, так наделите его хотя бы нормальным временем перезарядки. Если вы не наделяете пушку нормальным временем перезарядки и не даете нормального времени на сведение, ну, так хотя бы дайте этому орудию нормальную альфу, ну, потому что, в принципе, отыгрывать на пушке, которая не имеет нормальной альфы, ну, вот сейчас семерка ВЗ нам засадила на 356, а у нас это даже и рядом не лежало, понимаете? И говорить о том, что, ну, это тяжелый танк с играбельной пушкой, ну, я бы очень сильно на эту тему поспорил. Что касается всех остальных характеристик данного танка, ну, ни о чем, просто вот, поэтому я от этого танчика отказался и не собирался себя оставлять. Вот я же еще раз говорю, мы нанесли сейчас меньше 300 единиц урона ВЗшке, которая влупила на нас 300 с копейками. Ну, как бы не совсем, да, там как-то честно и благородно. Короче говоря, машинка, я бы сказал, что больше с урезанными какими-либо возможностями, чем с тем, что она реально может где-то что-то зарешать в бою. В бою вы не зарешаете практически ничего, но крайне редко бывают такие ситуации, где от этой конкретно машины есть настолько большой толк, чтобы зарешать бой, но и, соответственно, принести победу. Такие бои на ней встречаются очень редко. Как правило, это такой танчик-среднячок, который вроде бы и воюет, и в то же время его как-то там не сильно все боятся. Ну, короче говоря, машина средняковая, по крайней мере, по моим ощущениям. Вот честно говоря, за вот такой вот унылый абсолютно, по моим ощущениям, драйв в игре, я бы эту машинку себе, еще раз принимая решение, опять-таки, не оставил у себя в ангаре. Но не нравится она мне, и хоть ты тресни. И, главное, у меня, по крайней мере, такие бои на данной машинке встречались с завидной поочередностью, но прям постоянно слив за сливом. И, честно говоря, если сравнивать данные ветки с другими в отношении легкости прокачивания и удовольствия от прокачивания, есть гораздо лучше веточки, чем ветка Ливандовского. Я не сравниваю Ливандовского с всей его веткой. Ливандовский это вот как, ну как бы так сказать, вот есть фвшка, да, так называемая бабаха, которая кардинально отличается по играбельности и по своим возможностям в бою от всех своих предшественников. То есть, такой, знаете, вот белая ворона в своей стае. То же самое Ливандовский. Ливандовский это не белая ворона в своей стае, это просто верх эволюции всей ветки вот этих вот ТТ. То есть, Ливандовский, он уже развился и вырос над собой настолько, что он стал круче во всем, во чем только можно было. И, скорее всего, именно так и прописывалась изначально эта веточка. Скорее всего, ветку прописывали так, чтобы вы ощущали процесс этой эволюции. И когда откроете себе 60 ТП Ливандовского, вы ощутите, что вот он предел совершенства. То есть, играя на вот этой семерке, вам очень сильно не хватает альфы, вам очень сильно не хватает сведения, вам не хватает времени перезарядки. Играя на восьмерке, вы уже имеете довольно неплохую броню с морды и этому радуетесь. Получая девятку, вы начинаете получать удовольствие от игры на пушке, которая там есть. Ну и получая десятку, вы получаете, в принципе, вот такой вот комплект пускай не идеальной машины, но все же довольно бодренькой машинки, которая будет приносить вам удовольствие от игры. Вот стоит вас зажать каким-нибудь ЛТ и СТ, будьте готовы к тому, что они вас будут разбирать просто как молодого, в то время как вы будете пытаться где-то как-то танковать, ну и, соответственно, хоть кому-нибудь наносить урон. Вот сейчас, в принципе, у меня шансов не было бы вообще никаких, если бы не союзник, который сейчас ко мне подкатился и, соответственно, меня поддержал, спугнул эту ЛТшку. Я бы АМХ по определению сейчас не разобрал, мне бы просто не хватило ни скорости, ни маневренности, ни, соответственно, времени сведения и урона. Вот сейчас время сведения меня подкачало, ну и, соответственно, разобрали меня, как видите, и в бронелист нижний, который вроде бы типа должен был теоретически что-то танковать, и разобрали в верхний бронелист, залетело мне. Ну и, соответственно, то, что у меня там в корму залетало, ну, я даже не буду это как-то комментировать, потому что корма есть корма, в нее всегда залетает. Короче говоря, это танчик такой, на котором надо хорониться того, чтобы вас окружили. И именно за все вот эти вот, я бы не сказал, качество, а не качество данного танка, я и не проходил этот танк своими мозолями, кровью и потом. Я досыпал свободки и перешел на следующий уровень. Возможно, у вас получится лучше, а я могу вам пожелать только одного, чтобы вы эту ветку прокачали с минимальными затратами своих нервов, ну и, соответственно, слез. А на данный момент у меня все. Кто не подписан на канал, подпишитесь, я вам буду очень благодарен. Кто подписан, я еще больше вам благодарен за то, что вы сделали это ранее. Возвращайтесь на мой канал, смотрите новые видео. Я буду пытаться быть максимально полезным и снимать исключительно честные обзоры на машинки, которые есть в этой игре. Без всякой шелухи, без накрашенных ресниц, бровей и увеличенной груди. Вот и все. Всех благ, всего хорошего, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok